Мэри Андерсон. Американская театральная актриса. Как актриса немого кино, выступала под псевдонимом Мэри Наварро. Мэри Андерсон была дочерью Карла Генри Андерсона и его жены Антонии, которая была лишена наследства родителями-католиками, не простившими ей брака и бегство в Калифорнию. Вскоре после рождения Мэри 28 июля 1859 года супруги переехали в Луисвилл, штат Кентукки, где ее отец поступил в армию конфедеративных штатов Америки, в составе которой сражался во время гражданской войны в США. В бою близ города Мобилл, штата Алабама, Карл погиб. Юной Мэри Андерсон тогда едва исполнилось три года. Мэри посещала школу при монастыре, Святую Урсулу и католическую женскую гимназию. Помимо своего интереса к чтению Уильяма Шекспира, она не проявляла особого усердия в учебе. В возрасте 14 лет ее отчим помог ей взять уроки актерского мастерства в Нью-Йорке. В 1875 в театре Макколи в Луисвилле состоялся дебют Мэри Андерсона на театральной сцене. Во время благотворительного представления она сыграла Джульетту в опере «Ромео и Джульетта», и ее выступление очень понравилось театральному продюсеру Барни Макколио. И это выступление стало счастливым билетом Мэри. В 1877 она стала играть роль Леди Макбит в театре в Вашингтоне. С этой постановки театр отправился в большое шестинедельное турне по Соединенным Штатам, кульминацией которого стало выступление на Пятой Абеню в Нью-Йорке. Отзывы критиков о ее игре были далеко неоднозначными, но каждый из них сыграл свою роль в росте популярности актрисы. Оксфордский словарь «Национальная биография» отмечает Мэри Андерсон как актрису большой внешней красоты. Неслучайно ее образ часто использовался в рекламе, одаренную ясным выразительным голосом. Мнения критиков разделились на тех, кто видел ее выступление в качестве мощного двигателя театра и тех, кто считал ее заурядной и ограниченной в выражении чувств, якобы из-за отсутствия практики. Мэри Андерсон очень близко к сердцу принимала нелестные отзывы, что в совокупности с напряженным графиком выступление даже привело к нервному срыву, из-за которого актриса некоторое время вообще прекратила выступление. Однако после начала Первой мировой войны она вернулась на сцену, собирая своими спектаклями деньги для нужд армии. После нервного срыва Мэри Андерсон отправилась отдыхать в Англию. В 1890-м она вышла замуж за Антонио Фернандо Донаваро. Она стала известна как Мэри Андерсон Донаваро и поселилась на ферме Корт в Котсуотсе, Бардвее, Мустершир, где она проявляла интерес к музыке и стала известной хозяйкой с выдающимся кругом музыкальных, литературных и церковных гостей. Она также родила трех детей и одного сына, который умер при рождении, второго сына Альму Хосе Тотти Марию Наваро и дочь Мэри Елену Донаваро. Наборожная католичка она построила на чердаке часовню с витражами по проекту Пола Вудрофа. Ее приводили в качестве модели для персонажей в романах Бенсона «Мапп и Люсия», а также в качестве прототипа романа Уильяма Блэка «Странные приключения дома лодки». Она сопротивлялась призывам вернуться в театр, но во время Первой мировой войны провела ряд выступлений по сбору средств в Устере, Стратфорде и Лондоне. Последняя включала роли Галатея, Джульетты и Кларисы в пьесе Гилберта «Комедия и трагедия». Она опубликовала две книги под названием «Несколько воспоминаний» 1896 года и еще «Несколько воспоминаний» 1836 года, и сотрудничала с Робертом Смайтом Хитченсом над Нью-Йоркской сценической адаптацией его романа «Сад Аллаха» 1911 года. Снималась в короткометражках с 1912 по 1918 годы, среди которых «Мост», «Дни террора» или «В царстве террора», «Туфелька Золушки», «Диана Охотница», «Защита миссис Дэйн» и «Дочь Евы». Скончалась в своем доме на Бродвее, в Устершир, 25 мая 1940 года, в возрасте 80 лет. У нее остались сын и дочь.